Саша, у нас есть большой вопрос, прямо оригинальный. Ко мне пришел СТО, ну, я подразумеваю, что это СЕО, но я сейчас тоже уточню. Ко мне пришел СТО, то есть техдил, с решением по интеграции внутреннего сервиса компании, то есть что-то такое у нас в недрах, по коммуникации, то есть какой-то сервис по коммуникации. А, это у нас такие вопросы были, Саша, это ж недавно, помнишь, я еще на том, на неформальном, я бухтел, по поводу как раз таких СЕО, по поводу сервиса коммуникации, в полтора раза дороже. То есть у нас сейчас был, он в полтора раза дороже и сказал, что ему нравится, значит, вот это вот пилить немного, недолго. Ну, то есть легко заинтегрируем и нравится интегрировать. Как донести горькую директорскую правду, думать о деньгах, чтобы она, значит, вот закрепилась? Можно? 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 Да, вы будете любезны, да, у меня тоже. Я просто, как бы, ах, я сегодня еще несколько раз у вас прошу дурацкие вопросы, а вы простите, кто? Потому что если вы СЕО, судя по вопросу, ко мне пришел СТО с решением, да, то есть это, вы цельный СЕО, то у меня для вас прям хреновая новость, у вас полное непопадание в должность по профилю идеального кандидата. Он на С-левеле быть не должен. Это не С-левел, он про деньги, ну факт, ну все, ну извините, пожалуйста. Я понимаю, что нам очень легко эти, блин, должности раскидывать вот так вот. Человек просидел, кинули должность, просидел такой, ну, знаете, какой-то, да, было в замечательном фильме «Квартет И». А давайте мы его пошлем у этого самого, значит, губернатора послом. Куда? В Кондурас. Почему в Кондурас? Ну а куда же его? Так и тут, давайте его СТО назначим. Почему СТО? Ну а куда же его, да, вот как бы там. Вот у вас не попадание в профиль идеального кандидата. А вот само по себе это не хорошо, не плохо. Другой вопрос, что это нужно отдавать себе отчет. У вас не попадание по человеку, который работает на должность СТО, в профиль идеального кандидата на должность СТО. Точка. Это факт. А вот дальше, ну, мы же не говорим про расстреливать и про... Вот просто очень часто люди, которые меня слышат, я говорю, слушайте, человек не на своем месте. Все говорят, Слава, его нельзя увольнять. Подождите, я пока не сказал увольнять. Когда я предложу уволить, вы это чуть четко быстро поймете. Я пока не про увольнение. Это не попадание в профиль идеального кандидата. Да мы все с вами по большому счету в чем-то в профиль идеального кандидата на ту позицию, которую мы сейчас занимаем, не попадаем. Это нормальная тема. Мы попадаем на эту позицию и начинаем что-то там подтягивать, подучиваться и так далее. Это нормально. Иначе никто бы не учился, все были бы готовы. Расстреливать человека с этой позиции не нужно, а вот учить нужно. Ну, у вас человек, которого... Ну, как проверить, что человек будет думать деньгами? Начните его этой теме учить. Посчитать, предложить, обосновать, забюджетировать, рассчитать. Если он учиться этому не хочет, то, скорее всего, делать он это в жизни не будет. У него в голове это не появится. Вот если он начинает учиться, потом приходит и говорит, шеф, а что ты мне раньше-то не сказал? Тут я, короче, все пересчитал и, смотри, еще вот тут посчитал и вот тут посчитал. Вот это будет разговор о том, что он просто раньше не знал, что это надо делать. Ну, или не умел. Ну, он не из денег, не из мира денег. Он пришел, он технарь настоящий, прям как надо. Он пришел, а вы такие, ну, теперь посчитаем. Он говорит, что? Не, я не буду, я прикручу, пойду, заинтегрирую, там еще что-нибудь, перемигрирую куда-нибудь. Давай я вот этим займу. Вы начинаете его учить. И вот если он не хочет учиться тому, что вам надо, тогда вы ему говорите, дружище, боюсь, что в твоем случае у нас не попадание по должности в профиль идеального кандидата. То тогда, опять же, вам решать. У вас может быть СТО, который будет заниматься веселыми, интересными, штуковинами, которые по приколу, а вы его будете просить обосновывать циферки. И он иногда будет это делать, иногда не будет это делать. Это очень много в каких компаниях. СТО, который не считает деньги, к сожалению, есть. Я не говорю, таким надо быть, я говорю, к сожалению, они есть, да. Я все время тоже таким был. Потом мне очень быстро научились считать. Сочнее сказали, надо считать, и я начал терять руки просто потому, что я понимаю, как этому учиться, я понимаю, как это делать. Все. Пока есть факт, не попадание в должность. Человек в должность не попал. Ну, то есть вы его бахнули, он занял позицию, но не попал. Вот. Дальше учим, учим, смотрим. Как-то так. Александр Михайлович. Ну, у меня моя первая заметочка, когда я к этому вопросу готовился, это как он у вас стал СТО, этот человек. Потому что, честно говоря, такие вопросы я вот с позиции владельца бизнеса смотрю. Ну, хочется предложить в полтора раза дороже, давай мы разницу с тобой на попалом разделим. Ты половину своего кармана, я там своего. Вот. Ты будешь пилить то, что тебе нравится. Вот. Я подозреваю, что человек, ну, не согласится. Вот. Почему? Ну, да. А дальше все равно то же самое. То есть как донести горку? Ну, во ртом донести. То есть сказать, слушай, вот ты сейчас вот что мне говоришь, вот что я слышал. А мне бы хотелось, чтобы ты все-таки предлагал варианты, там, оценил варианты разные в деньгах. Вот. И если ты говоришь, что давайте выберем тот, который дороже, чтобы там были какие-то обоснования для этого. Потому что такое нравится. Хрен его знает. Может, там какое-то рациональное зерно есть. Вот. Не просто так нравится, а там по каким-то причинам, да. Потому что у нас команда на этой технологии уже там навострилась пилить. И, значит, все люди-то будут легко. И поэтому недолго это буду делать. Фиг его знает. Вот. Сейчас вообще непонятно. Мне нравится и пилить недолго. Что такое недолго? Что такое нравится? Блин. То, что полтора раза дороже, это понятно. Вот. А все остальное непонятно. Вот. Ну, я бы так говорю, слушай, вот сейчас ты вот так вот предлагаешь. И мне это не нравится, вот почему. А вот что бы я от тебя хотел. Чтобы какие звучали там факты, феномены. И это важно, потому что, ну, чтобы ты на этом уровне всего дальше работал, вот для тебя это важно категорически. Коллеги, еще знаете, какой есть прикол. Мы, когда с вами оперируем деньгами компании, у людей не всегда есть понимание, что это прямо настоящие деньги, что их можно прямо взять и пощупать. Ну, да. Ну, у нас сервис стоит там, не знаю, 8 тысяч долларов в месяц. Ну, само по себе это ни тепло, ни холодно. Вашей компанией могут миллионные обороты. Это просто капля моря, их не видно. И это тоже не повод ими разбрасываться. А в какой-то момент времени, он говорит, слушай, это все хорошо. То есть, у человека просто не знаю, зарплата, условно говоря, трешка, пятерка. Да, и для него 8 тысяч, это какая-то сумма выше, чем он получает, и он, ну, и бог с ним. Да? Он говорит, слушай, давай за год прикинь. 8 на 12, 96. 96 это вполне себе хороший премиальный внедорожник. О предмете. Вот, Александр Михайлович, 400 ярдов, это много или мало? Ну, да. Вот, да, да. Два футбольных поля или там одно футбольное. Я не знаю, сколько 400 ярдов, сколько в футбольных полях, абсолютно. Но вот когда вы, когда, вот, вот, для человека какого-то 8 тысяч в месяц, это может быть 400 ярдов. Ну, хрен поймешь, много или мало. Так же, как у холодильника. У нашего холодильника два инвертора. Я дико извиняюсь, я по холодильникам не очень. Это целых два или это всего два. То есть, вы сэкономили, должно быть четыре, а вы два поставили. Или обычно у всех один, а вы второй воткнули. То же самое для людей, вот для некоторых. Это деньги, когда это деньги не их собственные. Вот 35 евро там или там долларов в месяц за какую-то подписку, он очень четко понимает. А 8 там тысяч евро в месяц для компании, он не очень понимает. Потому что это вот туда. Это, кстати говоря, это очень хорошая штука. Вообще, вообще человек про деньги в конторе думает или не думает. Наемные думают не всегда. Это не хорошо и не плохо. Это вопрос, вы кто? Да, вот в этой конторе. Если вы SEO, наемные же, и вас это тоже не напрягает, у меня для вас плохие новости. Рано или поздно владельцы это напряжут. Если вы SEO, слэш владелец, слэш кофаундер, слэш кто-то, то есть у вас есть желание прибыль получать с этого бизнеса. С того, что вы владеете долей, то есть работаете, это зарплата, вы владеете долей, это прибыль. Да, ваша собственность. Вот если хочется, чтобы она была вообще и была хорошая, то рано или поздно у вас возникнет вопрос, что у нас по сервисам это такая беда. И начнем, ну и начнем, Иван Селиховкин хорошо сказал, начнем пельмени разлепить. Да, вот сейчас человек придет со словами, мы сейчас изначально переезжали в облака, потом началась война, теперь мы из облаков переезжаем обратно. Полтора раз дороже, ладно, он все это дело перенесет, замигрирует, залепит, с гордостью всем об этом рапортанет, а потом приходит какой-нибудь квартальный отчет. И гендир сидит и говорит, слушайте, вы что, охренели что ли? У нас и так было 8, теперь там 12. А гендир хорошо в уме умножает на 12. Было там 90 тысяч в год, теперь там 140 тысяч в год. Вы что, озверели что ли? Кто это напридумывал? В этот момент техдир сидит и такой, а могли бы раньше сказать еще что? Потом уже не проканают. Вы потом будете разлепливать этот пельмень, мигрировать обратно и так далее. И будете всем рассказывать, что у вас просто генеральный, там, с ума сошел и вовремя его сформулировать. Потому что он думает, что вы про деньги думаете изначально. Как мне донести горькую правду? Сначала на обучение, если в обучении никак, словами в ухо. Можете даже, может, не знаю, там, как-нибудь ему там подышать тяжело в это ухо, чтобы он понял важность момента, что это, блин, это настоящее, блин, правда, деньги. А предмете, а предмете бабки очень хорошая история, на мой взгляд.